Братский круг. В других вариантах братва или братки ранее была известна как семья 11 и 20 как гипотетическая преступная организация, в том числе, якобы, причастная к обороту наркотиков, и состоящая, по мнению властей США, в основном из выходцев стран бывшего СССР. Министерство финансов США предполагает, что братский круг действует в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке. Название группировки впервые официально прозвучало в 2011 году в стратегии по борьбе с транснациональной организованной преступностью, принятой президентом США Бараком Обамой. Согласно стратегии, подозреваемым в причастности к международным преступным группировкам запрещается въезд в США, и против них вводятся финансовые санкции, замораживание всех счетов, движимых и недвижимых активов, запрет гражданам США и зарегистрированным на территории этой страны компаниям предоставлять помощь и услуги лицам и фирмам, связанным с подозреваемыми. Первоначально в списке подозреваемых в причастности к братскому кругу было всего два человека, но впоследствии он неоднократно пополнялся. В справке Министерства финансов к стратегии братский круг определяется как многонациональная группировка, состоящая из главарей высокопоставленных членов нескольких евразийских преступных групп, базирующихся в основном в странах бывшего Советского Союза. Как утверждается в справке, многие члены братского круга исповедуют общую идеологию, основанную на традиции воров в законе, которая стремится распространить свою форму преступного влияния на весь мир. Дискуссия по поводу существования термин возник в начале 1990-х годов, когда ФБР начала заниматься русской организованной преступностью, и был популяризован в начале 2000-х годов журналистом Робертом Фридманом, автором книги «Красная мафия». Однако Марк Голиотти, профессор Нью-Йоркского университета, специализирующийся на русской и евразийской преступности, заявлял, что не нашел в российских правоохранительных органах или еще где-либо ни одного человека, который бы сказал, да, братский круг, это реально существующая организация. По мнению Голиотти, американским властям удобнее представлять русскую мафию как цельную организованную структуру, которая на деле является разрозненной, не имеет единой иерархии и общих целей. В июне 2012 года он высказал мнение, что санкции Министерства финансов могут быть направлены против преступников, близких к Аслану и Усаяну. Российские правоохранительные органы этот термин не используют. Более того, по мнению неназванных представителей российских силовых структур, цитируемых СМИ, этой группировки, видимо, просто не существует. В никаких базах она никогда не светилась. Источниками в российских спецслужбах высказываются предположения, что данная информация от американских спецслужб направлена на поддержание мифа о так называемой русской мафии, которая якобы действует за рубежом. По мнению профессора Американского университета Джорджа Мейсон и Лиз Шелли, если они действуют сообща, то это больше похоже на преступную сеть, но не организацию. Отвергает возможность существования братского круга и предприниматель Алимжан Тахтехунов, известный в криминальных кругах под прозвищем Тайванчик, это придумали американцы. Никакого братского круга в России нет. Высказывается также предположение, что версия о существовании такой преступной организации порождена сугубо лингвистическими причинами. Американцы не смогли найти точный аналог слову «братва», поэтому перевели это как «братерс Черчилля». Под этим названием спецслужбы США подразумевают русскую мафию, которая действует по всему миру. Предполагаемые члены преступной группы и предполагаемые члены преступной группировки. При этом Григорий Лепс категорически отрицает свою причастность к этой гипотетической преступной группировке, так и к преступному миру вообще, для меня вся эта история звучит нелепо и бредово. И, конечно же, неожиданно, чем руководствовались эти люди, помещая меня в список причастных к преступной группировке, мне тоже было бы весьма интересно узнать.